Одетые с иголочки, члены экипажа одними из первых встречают своего грачонка. Крым, Иркутск и даже Хабаровск. Личный состав комплектовался из военных частей со всей России. Экипаж штатный состоит из командира, старпома, ботсмана, моториста, старшего моториста, радиотереграфиста, кодировщика и кока. Это очень почетно, потому что это первый катер данного типа в войсках национальной гвардии. Поэтому я считаю, что это нам выпала честь. На катере уже красуется надпись «Росгвардия». Именно этим войскам будет служить судно. Сам глава структуры такое событие обойти стороной не смог. Виктор Золотов прибыл в Рыбинск лично поблагодарить заводчан за добросовестный труд. Мы приступаем к практическому выполнению задач по обеспечению безопасности энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив. И без сомнений, эти новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложена охрана столь важного для страны объекта. Рыбинский граченок будет нести службу в Черном море. Главная задача – борьба с диверсионно-террористическими силами. Преимущество судна – современное вооружение, высокая маневренность и мореходность. Это умный катер. На нем много специального оборудования, предназначенного как раз для выполнения задач и военно-морского флота, и Росгвардии. Судя по продвижению серии, корабли оказались востребованными. Крещение судна на удачу шампанским – обязательный ритуал. И вот теперь каждый желает граченку 7 футов под килем. В успехе, не сомневаются, ярославское судостроение – один из флагманов всей отрасли. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы именно наши предприятия работали для нужд обеспечения безопасности нашей великой страны. И пока наш граченок будет держать курс на полуостров, работа всего судостроительного завода над этим проектом не заканчивается. В целом, подразумевается строительство всего четырех таких катеров специального назначения. И работа действительно кипит. Заводчане трудятся над новым граченком. За нелегким делом наблюдают почетные гости. А после уже с другими поздравлениями направляются на Рыбинскую базу ОМОНа. Медали Национальной гвардии получают 10 бойцов. Виктор Золотов отметил, отряд неоднократно проявлял мужество и доблесть. За последние полтора года бойцы приняли участие в двухстах спецоперациях. Силами отряда задержаны 250 лиц, подозреваемых в преступлениях. Свои награды из рук губернатора получили еще 8 бойцов. Алексей Нарапанкратов, Сергей Ватин. День в событиях.